Записи отца Эрика Ильяса, миссионера. 29 января 1702 года от Рождества Христова. Меня зовут отец Эрик Ильяс. Год назад я закончил семинарию в Вестминстере и был отправлен сюда, в эти девственные края, дабы нести свет Слова Божьего среди диких языческих племен Нового Света. Я поселился в племени, которая называет себя Потаватоми, что означает «Первый народ». Начинаю вести этот журнал, в котором буду записывать все любопытные наблюдения, связанные с обычаями и устоями этих дикарей. Я также буду отмечать успехи в распространении истинной веры. 18 апреля 1702 года от Рождества Христова. Я почти привык к этим диким местам. Природа здесь прекрасна и опасна. Ядовитые змеи, зловредные насекомые, жестокие хищники. И все-таки, какое отдохновение от дымов Лондона, от копоти цивилизации. Я чувствую себя словно первосотворенный Адам, гуляющий среди райского сада. Люди Потаватоми обращаются ко мне с вежливостью, с почтением. Я не могу пожаловаться на то, что мне чего-то недостает. Я не голодаю и не мерзну. Но они наотрез отказываются слушать меня, когда я пытаюсь рассказать им о Боге. Иногда даже хуже они молчат, смотрят на меня. Но я понимаю, я говорю в пустоту. 21 мая 1702 года от Рождества Христова. Сегодня было некое собрание всех племен, живущих в этих землях. Сколь грандиозный, конечно, с учетом их дикарства, праздник они устроили. Всевозможные яства, напитки, первобытные мелодии и танцы. Все так необычно, удивительно и, кажется, немного непристойно. Заметил, что три старейших шамана племен не участвовали в празднованиях и что-то обсуждали в одной из хижин. Я не смог, каюсь перед Господом, преодолеть любопытство и, подкравшись к постройке, попытаться подслушать. Подкрадывался я, говоря по справедливости, словно неуклюжий бегемот, о которых писал еще полутарх. Впрочем, могу предположить, шаманы были так увлечены беседой, что не обратили внимания. К сожалению, ни слова мне разобрать не удалось. Они говорили на странном, щелкающем наречии, которое мне не доводилось ранее слышать. Скорее всего, очередной колдовской язык, выдуманный для того, чтобы важно выглядеть перед своими соплеменниками. Кое-какие слова показались мне знакомы. Они повторили несколько раз слова «кро-а-то-ан» и «ро-а-нок». Где же я мог их услышать? «Ро-а-нок», «ро-а-нок». Пятое или двадцатое июня 1702 года от Рождества Христова. Дни становятся короче, странно. Может быть, мне кажется. Но нет, я замерял по карманным часам до солнцестояния еще пятнадцать дней. Неужели я умом повредился и ошибся в календарном счете? Десятое или двадцать пятое августа 1702 года от Рождества Христова. Дни все короче и короче. Сегодня солнце освещало эту грешную землю только час. Дикари не выказывают никакого удивления. Я пытался объяснить им, что так быть не должно. Но они кивают и говорят таков цикл лет. Господь, мне страшно. Страшно. Сентябрь или ноябрь? Какая разница? Пятьдесят шесть часов назад солнце опустилось за горизонт и больше не сходило. Десятый день темноты. Я уже перешел за ту грань, когда страх имеет какое-то значение. Господь, оставил ли ты меня? Я пытался сбежать. Восемь часов я брел по дороге, что ведет виллу Узби. Но каким-то образом снова оказался в поселении. Смешно. Тем временем все племя к чему-то готовится. Я не понимаю к чему. Руанок, круатоан, 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 руанок. Зачем я вообще продолжаю эти записи? Я вспомнил. Это произошло до моего рождения. Руанок. Небольшая колония моих соотечественников. Кажется, они все куда-то пропали, не оставив после себя ни следа. Только слово круатоан. Господи, что же ждет меня? Да будет воля твоя. Время, день и год. Неизвестный. Читатель, если ты будешь, для тебя я пишу эти строки. Раньше я был молодым, вдохновленным юношей. Я ждал свершений во славу его. Но теперь я сломленный, уставший, испуганный человек. Но я надеюсь, что эти маленькие буковки останутся после меня, и ты прочтешь их, и вспомнишь обо мне. Мне надо торопиться, поэтому писать буду кратко. Все племя собралось в центре поселения. Они выложили круг из странных синеватых с прожилками бирюзы камней. Возможно, мрамор. Поют что-то. Не понимаю и не хочу понимать этот страшный язык. Я вижу, как в центре этого круга камней поднимается мерцание, как будто воздух разогрет и светится изнутри. И это трудно описать. Голосам добавился еще один. Я не могу определить мужской он или женский, тихий или громкий. Слышу ли я его или он звучит в моей голове. Он дрожит и вибрирует в моей груди. Он пугает меня до глубины моей измученной души. Все племя скандирует кроатан, кроатан, эот, мхэмэ, кроатан. Ритуал близится к завершению. Реальность вокруг меня плавится. Сколько моих рук сейчас держат перо и водят по листу? Вот в чем вопрос. Шаман достает необычный, красивый, и шаман амулет, в основании которого сверкает ярким огнем драгоценный камень. Кажется, сам амулет из золота. Но откуда здесь золото? Все, мне пора заканчивать. Я не могу описать, чем закончится это богохульное действие, потому что знаю, с его завершением завершится и моя жизнь в этом мире. я оберну свои четки вокруг этого журнала, благословлю его и буду молиться, что он останется, когда не будет меня. Вот и все, что я могу. Спасибо.